Продолжение следует... 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 СБУ уже назначено, уже Лутюг назначен, который как бы вообще без реакции, без реакции. Я же предлагаю провести круглый стол, с СБУ назначен. А уже назначен, да это какой круглый стол? А как иначе, мы не можем создать, мы не будем так исправить, для органов центральной власти. Завтра в 16 часов захватывают все райадминистрации. Обл. Обл администрацию вашу. И плюс все райадминистрации захватываются. Ими, ими. Они набирают боевиков в Приднестровье. И собираются захватить серую администрацию и обл администрацию. Понимаете? А вы будете опять сидеть с ней. Нет, 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 нет район администрации. Баловскую и Савранскую. Нормально это было? Захватили. А вы сейчас говорите, что... По-моему, мы разговариваем о правительстве речи. Ты на ней разумеешь просто, где вы обыкнуете. Я говорю, факты. Не треба фактов. Если вы не можете, если вы не можете зарештывать Довиченко, дайте возможность справа всех, кто это сделает. Мы зарештываем. Тихийший, хлопчик. Переизбрали представителя райсоветов. В чем-то хватило в ней тратно. Я еще раз говорю. Значит, те люди, которые накуролезли так, чтобы вызвали гнев народа. Вот именно там, где Бабанский, самый первый у нас. Этот самый. Тут он у нас еще. Которые просто негативные спецы. Вы играете с огнем. Там, где нормально. Вы думаете, что вы рамосли, где-то что-то что-то что-то. У права миссия не залишится. Можно я скажу? Я последний у вас. Півтора тижня занимаюсь тем, что мы спольно с милицией, СБУ и с владой разных уровней. Вы знаете, тушим вот все какие-то локальные непорозумения, которые выникают в области. Где людей злякуют. Вы знаете, в Идеополе мы пишли ситуацию. Там негарно была. Знаете, там в других местах координуем. Сейчас изменился начальник СБУ. Мы же с ним не разговаривали, не балакали. Он изменился. Да, да. Голи бы то изменился. Уже есть указ. Нас уборила, знаете, какая ситуация. Дело в том, что вчера. Цей пан Давидченко, которого я еще 4 дни назад на заседание предлагал. Его нужно как-то изоляювать с обществом. Потому что он заклики делает очень негарные. Вчера он фактически... Ну, почему тут негарные? Ну, давайте, ну, чекайте. Есть информация о том, что против него возбудили уголовное дело. Ну, смотрите, вчера ситуация была. Вчера ситуация какая была? Він привез сюда людей. И фактически взял вас за ручники всіх. Вы же знаете, он пытался взяти вас за ручники. Мы же были все хлопки за ручники. Намагался продавить все эти решения. Я вам всем благодарен, что вы выдержали линю чисто государственного суда. Через это я вам очень благодарен и буду все это всегда памятать. И не только я, все мы будем памятать. И вы тоже. Но в него открытые заклики были до поваления существующего конституционного ладу. И это все есть. Это уже карна справедливость. Но ведение войск. Введение войск. Сейчас фактически у нас стан... А ведение войск областная рада засудила. Да, конечно, да. Мы же говорим, что... Но мы говорим, что... Давайте так. Зоя, ну да, я закінчу. Наше оборудование в чему? Полягає. Не нужно с ворогом. Вони зараз же на боці ворога. Вы были на ДНР, когда мы экстренно проводили вечерин? Я сказал, что вы еще и еще... Я это увидел вчера. У меня сумнений нет. Вы посмотрите, пожалуйста. Я вчера до них выходил. Я до них заспокою. Вы их просил. Я им говорил, что не нужно требовать того, чего мы не можем делать. Потому что мы будем действовать абсолютно в правовом поле. Я еще раз сказал, как сказали древние. Закон плохой, но это закон. Он нам не нравится. Давайте будем инициативировать изменение закона. Я сказал, что они меня примушили. Действительно. Честно вам. Как заручники правы. Мы же видели. Принятие под себя керевництво МВС. СБУ. Прокуратура сказал, что я никогда этого решения не буду ставить депутата в народе. Это добре. Это добре. Мы вчера просто сказали. Это добре. Но еще раз. Я очень прошу. Вы абсолютно верны, мабуть, и логично говорите про претензии до органов влади. Но надо разделить органы влади. Виконавчие и месевое самоврядувание. На жаль, так оно есть. Но снова по закону. Снова по закону. Відкрите 43-ю статтю закону про месевое самоврядувание. У нас в областной раде, в депутатском корпусе, край обмежені повноважения. И то, что вы говорите, что касается организовать работу, координовать деятельность органов правопорядка, это компетенция губернатора. И это я с ним буду говорить. О второй године мы его представляем. Я его особо представляю. Губернатор. Після этого мы проводим с ним работу, визначаем шляхи и направления деятельности для того, чтобы обеспечить спокойствие в нашей стране и в Одессой области. Я извиняюсь, меня ждет губернатор. Доброе, я заканчиваю. Я думаю, что мы с этой позиции... Я розумею, я вам дякую, это очень правильная позиция. Я хотел сказать, что вчера у нас было тут много людей, когда вас оточили эти люди. Значит, по нашей стране, которые уже совершили преступление, значит, дайте команду на охрану, чтобы его сюда не пропускать. Это первое, хотя бы, будет какое-то реальное счастье. Русская визна во всех юго-восточных городах. Так званно. Операция русской визна. О школьной облгосадминистрации и районной власти, и районной власти, и о провозглашении своего губернатора и своего совета. Коломки с приводу ДАХУ. Это правда? 16.00, русская визна. Ах, что это называется? Русская визна, в кавычках. Что это я вам поставлю? Давайте, коломки стоят, они выставлены на языке, да? Они выставлены на позиции. Российское конкурсство ставит в СССР. Но, может, это хотят представить... Нет, он представляет в автовом зале, и его процедура представления. Какие публичные эти слова? Приглашают главы администрации в районных советах. Может, это Дня Шевченко и Китая? Дня Шевченко, да. Это 4-го числа. За тыжды. КМДЖ, Админа Васильевич, вы в курсе, что планируете... А пусть он зайдет? Пусть зайдет. Завтра, завтра. Завтра, 5-го марта. У меня сейчас сидят общественники, и они говорят, что планируется... А пусть он зайдет? Русская визна такая операция. А они у себя не знают. А что они не визвент? Да, на 16.00 планируется. А что они не знают? Они сидят? Просто свяжитесь со всеми органами и возьмите на контроль эту ситуацию. На 16.00. Я у себя в кабинете, 435 в кабинете. А пусть он зайдет к нам. Мы с ним хорошо комфицируем. Да, сейчас жду, да, спасибо. Мы очень хорошо снимались. Это было шок для депутатов. Петр Владимирович, я с вами увидела. Выступает Давидченко, идет его ловить Гончаренко. И Давидченко убегает в боковую дверь за сценой. Понимаете? Куда надо знать, куда бежать и прочее. То есть он у нас здесь живет. Поэтому это, вот сейчас это нашу тему. У нас ультиматум. У нас будут стоять свои люди. Вот со всех тех входов. И если какой-нибудь урод вот сюда зайдет, тогда мы будем вас сломать. Чтобы просто не было Харькова, когда там убивали нормальных людей. Да, да. Но Давидченко в патрулях не принимают. У меня же совсем другие вопросы. Что планируется? Завтра. 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 Да. Потому что завтра в 16 часов планируется закладка. И районных администраций города. По всем городам. Там Херсон, Харьков, Донецк, Одесса и прочее. Завтра собираются люди типа друга оба госадминистрации Довиченко. Все про российские силы. Речь идет о некой волне «Русская весна». Требования. Свой губернатор и свой областной совет. И завтра они будут пытаться сюда стягивать всех. Потому что все тетушки. Вот в маяках 150 человек. По санаториях. Ничего не закончится. На Кишинянской селе. Тот же Кисе координирует. Тот же Кивалов координирует. Через своих. Патриот. Труханов. Они все. Это мы все сообщили. С видео. Со всеми адресами и прочее. Это все есть милиция. Я все понимаю. Вы претензии ко мне какие? Мы вас информируем. Я понимаю. Я могу отреагировать. И то, что живут в гостинице. У меня нет правовых представок. Приди и сказать, что ты там живешь. После того, как мы пришли встретить журналистов к Резникову бывшему. Они тут же взяли следственную оперативную группу и отправили к Рожкову. Не, ну хорошо. Послушайте. Я приеду. У меня даже нету. Я иностранцы. Северы приехали. Болельщики. Я пришел к директору гостиницы. Он мне отказал. Давайте. Мы сейчас неконструктивно говорим. Вы не можете заниматься титушкой. Мы вас проинформировали в 16.00. Я готовлюсь. На завтра. Координации между внутренними войсками нет. То есть нам начинать с сегодняшнего дня вести переговоры, чтобы бери сюда привели внутренние войсками. Какие? А вчера кто был? Вчера вывезли. У вас были. А кто? Я герой. Нет. Это же координация. С чего вы взяли, что у меня нету координации? А кто их вчера поедет? Мы вам говорим, что мы сейчас составим известность. Мы пока не можем это говорить в слухе, везде на всех этих самых. Я предлагаю народную самооборонную и правый сектор подключить к милиции. Так как мы знаем места размещения этих бандитов, которые сидят и ждут захвата зданий. Поставить там посты самообороны и правого сектора вместе с милицией. А что нам делать? Если мы заходить туда не можем. Я на зеркалом с нами принимаю эту территорию. И смотри, с чем они выезжают. Если они выезжают оттуда с дубинками, с пистолетами, арестованы. Так они вчера под Богом в госамминистрации открыли багажник и раздавали зимы все. Народ, с той стороны точно так же делали. Вот я сейчас в общественном совете, там на 114 кабинете, сидят авганцы, я их просил. Народ, давайте мы успокоим людей. У меня закон, который запрещал дубинки и маски, он был отменен. И сегодня все там вот с той стороны точно вывезли, сгрузили дубинки. Я никого, ни тех, ни тех не трогаю. И не могу. У меня нету законов. Вы видели, сколько вчера было наших людей? Мы могли бы устроить такое побоище, поверьте. Наши люди координируются и контролируются. Люди по Витченко. Мы вчера сидим у Скорика, он говорит, я контролирую 10 человек. Я не контролирую процесс. Слушайте, вы понимаете, вы пытаетесь кого-то пугать в городе. Мы не пугаем. Нет, ну слушайте, наши. Мы защищаем себя и свои детей. Слушайте, давайте мы сделаем так, никто никого. Понимаете, получается так. В тот раз, когда стояла задача, ребята, отводимся, отвелись. Давидчиков вчера переговоры же вел 20 раз и с ним. Таскал его туда-сюда и так далее, ловил. Кто-то владелец знает. Он говорит, мы не уйдем. А почему? А в тот раз они, только мы ушли, уступку сделали. Они говорят, мы победили. Ребята, ну давайте, победа общая. Я что-то не могу понять. А чего вы не арестуете человека? Я вообще... Вы что, не понимаете, за что? Вам за что? Содержите. Вам за что? Послушайте. Если вы не видите, вам за что, нам вообще не о чем здесь разговаривать. Вы понимаете, как такое может быть? Вы знаете, если бы не было 19 февраля, и если бы мы не видели и не зафиксировали, то есть все журналисты, большое им спасибо, зафиксировали, когда ваши сотрудники, милиции, ваши помогали этим тетушкам подниматься. Понимаете? То есть милиция получила четкое указание, 19 февраля, не трогать их. Мы никого не трогали. Естественно. И ваши трогали. Естественно. То есть когда они метели журналистов, мы никого не трогали. Женщины. Я Петр Владимирович на 4 этаже. Хорошо. Вы провели 435 кабинет, здесь журналисты. Значит, давайте в сухом остатке, давайте в сухой остатке. То есть мы проинформировали о завтрашнем, о том 16-й год. За больше, за 26 часов можно подготовиться. Я сразу говорю, что это время дополнительное. И еще, как бы, просьба от тех людей, которые там стояли. Пожалуйста, обращайтесь к населению и что-то говорите. Люди не в курсе. То есть когда Бакханария идет, когда Телеканал Академия призывает... Ее канал Академия, дейсно. Можно его переспрямовать на ише зовсім напрямо. Нет, это самое. И мы можем выступать из него. Законодательная власть, вы зато еще не смотрите на вас. Пока у нас Ленинровский не пришел, вскорик не ушел. Сказывайте, прескандинайте. Говорите, нам не нужны круглые столы. Круглые столы это дискуссия. Она нужная информация. Никто не понимает, что вы делаете. Никто не понимает, что делает его с Дагиченко. Его там это все. Что делает, кто охраняет, не охраняет. Насколько ситуация безопасна для жителей. Вы видели вчера в Севастополе этих гряжных, которые тут орали, что пандеранцы 50% имущества. И одесситки плакали. 50% имущества. Дарачик показал, и они уже... Уже все. Понятно, что актрисулю и прочее. Ну то есть, говорите что-либо. Рассказывайте, выходите на площадь, идите в эфиры. Давайте совместно... Нет, обовязково потребен канал. Канал потребен. Принимайте решение совместно. Какие-то марафоны, какие-то круглые стилы. Нет, первый городской... Если вы сами не можете, давайте совместно принимайте решение. То есть мы готовы помочь. Мы готовы работать вместе с вами, защищать нашу жизнь. Да вы звоните сами, идите на Первой городской где-то ездить. Звоните. У вас есть пресс-служба. У вас есть пресс-служба. Пусть она вам организует все ремей-эфиры. И говорите с людьми, рассказывайте. Если милиция не справляется, есть правый сектор, который... Вы тоже помогаете. Все. И пытание можно зарежь... Я прошу прощения, Зоя. Зоя, люди никак со вчерашнего дня не могут... Ребята, я прошу прощения. Ну, очевидно, вы со вчерашнего дня никак не можете выйти оттуда. Я вам еще раз говорю вам, чем быстрее, тем лучше вы примете нормальную сторону... Не народа, там говорю, в сторону города и в сторону государства и конституции. Тем быстрее мы все вместе вам поможем. Я вам еще раз объясняю. Что я знаю, я знаю вот этого человека. Вчера с ним вел тоже переговоры. Мы все-таки снизили напряжение вот такими общественными какими-то действиями. Но со стороны милиции ничего не было. Люди стояли... Вам все равно с нами. Правильно? Я так и делаю. Я вас попрошу, Зоя, я вас попрошу. Я не хочу повторяться. Вы можете остаться на совещании вот с полковником и передать ей однозначно вот эту... Это не ультиматум, это наша гражданская позиция. Чтобы сегодня, сегодня, сегодняшние действия приняли реальные решения. И мы будем наблюдать за этим. Если ничего не произойдет, мы просто для себя сделаем то же вывод. Все-таки, все-таки... Все, спасибо за...